Привет! Сегодня первый день трехдневного единого дня голосования, что уже само по себе довольно смешно. Я понимаю, что российские власти увлеклись православием, но единый в трех днях день голосования это все-таки перебор. И знаете, я вот записываю этот ролик и совсем не уверена, что его хоть кто-то посмотрит. Во всяком случае из России. Я даже сначала не была уверена, что смогу его отправить, но потом все-таки купила VPN и надеюсь все получится. Я даже вот обычно пишу сценарий в гугл доках, но в этот раз пришлось писать просто в блокноте, потому что гугл доки были заблокированы Роскомнадзором, а VPN я купила уже потом. Причина блокировки гугл доков интересная. Там был выложен список кандидатов в Госдуму, за которых рекомендует голосовать Алексей Навальный и его умное голосование. И это не какие-то экстремистские кандидаты, это вполне обычные кандидаты, которые официально зарегистрированы на выборах. Они прошли все проверки, сдали все подписи, там отсеяли все, кто когда-то стоял рядом с Навальным. Никаких отпечатков Навального и восклицательных знаков на них не нашли и зарегистрировали официально. А теперь за них нельзя агитировать, потому что они могут победить, если за них проголосуют все вместе. То есть у нас сейчас выборы, на которых запрещено голосовать вместе. Я не уверена, что хоть кто-то посмотрит этот ролик, потому что ведь этот список же можно выложить и на YouTube, и в Instagram, и куда угодно. Я совсем не уверена, что сегодня, в первый день голосования в интернете, хоть что-то будет работать нормально. И у меня возник логичный вопрос, как мы до такого докатились? В поисках ответа я решила посмотреть, о чем был выпуск этой программы 5 лет назад во время прошлых выборов в Госдуму. И я посмотрела и вспомнила, выборы 2016 года были очень скучные. Это были выборы с самой низкой явкой за всю историю. Люди на них просто не пришли, потому что не захотели играть в игру с наперсточниками. Но только оказалось, что это никакая не игра, и вот мы здесь. Эта Госдума, голосовать за которую тогда никто не пришел, напринимала такое количество прекрасных законов, что мы с тех пор только беднели и год за годом теряли свои базовые права. А в конце оказались в одной стране наедине с пожизненным президентом и заблокированным интернетом. И вот как-то никто из депутатов все 5 лет не страдал от того, что в 2016-м все, кто был недоволен, остался дома и не пошел их выбирать. Никто в Госдуме не охал и не ахал от нехватки легитимности, нажимали себя на кнопки и никаких проблем. И вот именно эта Дума была эталонной, именно такой, какой ее задумала администрация президента. Потому что все остались дома и никаких проблем. И неудивительно, что теперь у нас блокируют гуглдоки с фамилиями кандидатов. Такие рекомендации разрушают вот эти правильно выстроенные российские выборы. Неудивительно, что российские власти вызывают к себе иностранных послов и требуют от них как-то повлиять на команду Навального, чтобы она перестала продвигать тех, кто разрушит их игру. Это же прямое вмешательство. Оно мешает им провести нормальные выборы, которые были у них в 2016-м году. Все это абсолютно недопустимо. Госдума должна оставаться такая, какая она есть. Только так страна может сохранить стабильность и депутатов, которые не спрашивают, а нажимают на кнопки. Еще пять лет этого всего. Разве не стоит ради этого пару дней потерпеть без интернета? Интересно, что команда Навального фактически предлагает отказаться от своего голоса. Они говорят, эти выборы полное фуфло. Ни один кандидат все равно не будет вас представлять. Тогда давайте голосовать так, чтобы сделать администрации президента как можно больнее. Это и есть угроза конституционному строю. Уже несколько раз переписанного под конкретного человека нашему незыблемому конституционному строю. Поэтому я прекрасно понимаю борьбу с умным голосованием всеми возможными способами. Это показатель сильного государства, которое, когда хочет, все-таки может собраться и всеми своими усилиями побороть Google Doc. Но больше всего меня волнует другое. Через три дня выборы пройдут и умное голосование закончится. Следующие важные выборы будут примерно никогда, если не считать переназначение Путина самим себя важными выборами. И вот тогда вопрос. А с кем и с чем тогда будет бороться это очень сильное российское государство? Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайтесь на наш канал, а также, пожалуйста, не забывайте нам ставить лайки под роликом. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok